Эксперты СМИ осуждают риск политического подчинения Совета по телерадиовещанию посредством нового механизма отставки его членов. В настоящее время они несменяемы. В первом чтении такой законопроект поддержали народные избранники партии «Действия и солидарность». Документ предусматривает, что членов Совета можно уволить, если депутаты профильной парламентской комиссии признают их деятельность неудовлетворительной. Исполнительный директор Центра независимой журналистики Надин Гогу сочла процесс проведения законопроекта непрозрачным. Дело в том, что парламент не организовал публичные консультации по этому вопросу. Члены Совета должны нести ответственность, но изменения, принятые в первом чтении, скорее открывают лазейку для оспаривания действий, в том числе в суде. Положение позволит любой власти менять состав Совета в своих интересах. Кроме того, неясно, как будут оценивать деятельность членов Совета. Законопроект раскритиковал и исполнительный директор Ассоциации электронной прессы Ион Бундуки. Он заявил порталу mediaaz.md, что не считает предложенную депутатами формулу эффективной. По словам Бундуки, любая власть может легко продемонстрировать ненадлежащее исполнение полномочий членами Совета и неудовлетворительную деятельность. Только фразы в кавычках не имеют точного юридического определения, считает специалист. Председатель Совета по теле- и радиовещанию Алла Урсуантыч заявила, что если законодательная инициатива пройдет, учреждение подвергнется политическому давлению. Конечной целью проекта является политическое подчинение Совета по телевидению и радио. К тому же никто не консультировался с самим ведомством. Алла Урсуантыч считает, что деятельность учреждения должны оценивать международные эксперты и депутаты. С начала года она уже направила два обращения в МИДИ с просьбой пригласить международную оценочную миссию, но ответа пока не получила. Главная цель законопроекта заключается в том, чтобы убрать неудобных людей и назначить других, послушных. Я понимаю вашу озабоченность, но, к сожалению, то, что происходило до сегодняшнего дня, это создание чрезвычайно опасного прецедента, когда руководители очень важных ведомств не выполняют своих должностных обязанностей. Законопроект предусматривает упрощение процедуры отставки членов Совета по теле- и радиовещанию, Совета по конкуренции, Национального агентства по разрешению споров и Национального агентства по регулированию в энергетике.